Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что Иманбек скоро получит 30 грэмми. Как такое возможно? Все подробности в нашем видео. Друзья, обладатель премии грэмми, салон-продюсер и диджей Иманбек появился в эфире первого канала. Иманбек рассказал о родном городе Аксу в Павлодарской области и рассказал о том, кто поздравил его с победой. И, конечно, рассказал немного о творческих планах. У меня сейчас пульс 140. Так начал разговор Иманбек Зайкенов с ведущим телевизионного шоу «Вечерний Ургант» на первом российском канале Иваном Ургантом. После получения грэмми я пошел спать. Для Казахстана это было раннее утро. Просыпаюсь, около 90 пропущенных вызовов. Среди них, скорее всего, был и президент Республики Казахстан. На утро я читаю инстаграм и там новость о том, что меня поздравил глава государства. Она меня шокировала. Поделился эмоциями Иманбек. Также молодой обладатель грэмми рассказал о родном городе Аксу в Павлодарской области. По его словам, там проживают около 70 тысяч человек. Он выделил, что это город металлургов, в котором находится один из главных ферросплавных заводов в мире. Иманбек также рассказал, что потратил на создание ремикса на композицию Роузы с Сейн Джона не более двух с половиной часов. Он отметил, что Сейн Джон также поздравил его с победой. Кроме того, Иманбек рассказал о своих планах. Среди тех, с кем бы ему хотелось работать, оказались Селена Гомес, Риана Гранде и И. Холзи. Иван Ургант заявил, что все сказанное в эфире исполняется, потому что в ноябрьском выпуске вечернего Урганта Иманбека он уже поздравлял с победой. «Скажите, что я получу 30 грэмми», – сказал Иманбек. «Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что Иманбек скоро получит 30 грэмми», – добавил Иван Ургант. Ну что же, друзья, безусловно, это было бы очень круто, если Иманбек сделает традицией для Казахстана получения грэмми. Я уверен, что эти победы будут полезны не только Иманбеку, но и помогут Казахстану выйти на новый уровень в мировой музыкальной индустрии. Димаш открыл Казахстан для всего мира, а Иманбек открывает дверь молодым казахстанцам и своим примером показывает, что нет ничего невозможного. И напоследок я, пользуясь случаем, передам привет Ваксу, обладателю премии Грэмми Иманбеку. Я думаю, что он иногда смотрит наш канал или кто-то из его друзей, ведь идея прикрепить на двухсторонний скотч статуэтку Грэмми на его приору могла родиться при взгляде на обложку одного из наших видео о победе Иманбека на Грэмми. Друзья, на сегодня у меня все, скоро увидимся.